Привет, на связи BigGeek и Жека Сенин. Не успели мы оправиться от выхода новых AirPods Pro, как Apple выпустила еще одни профессиональные наушники Beats Solo Pro. Те же фишки, что у новых AirPods, только в другом формате, формате накладных наушников. Сейчас все о них расскажу, оставайтесь на связи. Честно говоря, прошлое поколение Beats Solo я особо не щупал, но первое впечатление, которое создается от этих наушников, сугубо позитивное. Во-первых, дизайн. Они реально клевые и современно смотрятся. Во-вторых, конструкция. Тут металл, что значит наушники будут надежнее, чем пластиковые. Ну и, конечно, вот, все эластично, но не настолько, чтобы разваливаться. Люфтят ли наушники? Ну, совсем чуть-чуть, но совершенно не сильно. И, я думаю, не расшатаются со временем и будут нормально держать форму. Конечно же, каким образом в Beats могли не завести кучу клевых и ярких цветов? У нас, как вы видите, синий, но вы видели этот белый с золотым? Это же просто лук суру. Такие бы прям три взял. В комплекте у нас черный, все еще премиальный Lightning, который почти нигде не найти, и внезапно карабин. А еще вот такой вот кругленький чехольчик, в который реально складываются наушники. Правда, места при этом они особо меньше не занимают. Но давайте, наконец, поговорим про сами наушники и начнем с кнопок. Справа у нас три кнопки. На букве B у нас плей-пауза и принятие вызова. Сверху и снизу, соответственно, громкость. Выше и ниже. И слева у нас одна кнопочка, отвечающая за шумоподавление. Конечно, спасибо большое, что не сенсор. Благо, механические кнопки здесь идеально вообще легли. Ими пользоваться реально приятно, но у меня вопрос. В новых AirPods'ах действия на левом и правом наушники абсолютно такие же. За счет чего они очень удобные. Почему этого не сделали здесь? Здесь справа одни кнопки и слева другая. И, соответственно, ты, если хочешь отрегулировать громкость, ты не можешь этого сделать левой рукой. Потому что тебе придется делать вот так. А это прям несусветная глупость. А включать шумодав правой рукой, это вообще жесть. Я вот так вот никогда в жизни не буду делать. При этом, видите, как выглядят наушники? Они прям круглые. То есть определить, где левый, где правый, ты можешь только, когда поищешь, где же там значки LR или посмотришь на букву B. И если ты случаем наденешь наушники неправильно, то ты попытаешься сделать громкость выше или ниже и не сможешь. Вот, например, у меня в руках Marshall Monitor. В них мало того, что очень ярко выражены значки левый и правый наушник, так тут еще и яркая кнопка есть. Я ее каждый раз вижу и понимаю, что это левый наушник, и надо их надевать вот так. В Bit Solo Pro ничего такого нет. Индикаторы тут ультра маленькие, а форма наушника одинаковая. И каждый раз определять, где левый и где правый, действительно прям наказание. Ну и, конечно, непонятно, почему не сделали дублирующиеся кнопки, ведь это было бы реально удобно и вряд ли бы сильно усложнило производство. Ну и, конечно, перед тем, как мы перейдем к самому главному звуку, расскажу вам про второе самое главное шумоподавление. Очень круто, что оно здесь есть, потому что шумодав в маленьких накладных наушниках, это чудо. Да, конечно, Sony всех переиграла и раньше всех сделала шумоподавление в затычках, уже имея тоже шумоподавление в больших полноразмерных наушниках. Но вот такое шумоподавление в формате маленьких накладных реально в новинку, и работает оно прямо как в AirPods. Кнопка отвечает за переключение режимов, есть режим прозрачности, когда ты слышишь все вокруг, и режим шумоподавления. Ну а двойное нажатие кнопки отключает все режимы, и вы слушаете наушники просто вот без всяких программных надстроек. Кстати, длинным нажатием этой же кнопки включается режим пейринга по Bluetooth. Шумодав здесь тоже настраивается 200 раз в секунду, и когда ты его используешь, ты это порой можешь услышать. Сначала такое ощущение, что он давит просто все, что может, а потом начинает потихоньку подстраиваться под окружающие звуки и шумы. Но в общем и целом работает прям хорошо, достойно. Два микрофона вроде как должны фильтровать шумы. Я сейчас прям у открытого окна, тут немного ездит машин, и сами можете слышать, как звучит микрофон Beats Solo Pro. Напишите, кстати, в комментариях, как вам. Но недостатки здесь тоже есть. Во-первых, в наушниках нет аудиоджека, поэтому музыку по проводу не послушать. Ну и во-вторых, форма хоть и довольно хороша, все равно не идеальна. Здесь, как вы видите, образуются дыры, да и в общем и целом сидят наушники, ну, примерно на 7 из 10. Ну и, конечно, некоторым людям наушники все-таки могут давить на голову. Они довольно жесткие, и уж совершенно точно уши у вас вспотеют, потому что эко-кожа особо не дышит. А слушать музыку, когда у тебя мокрые уши, ну такое. Ну и, наконец-то, самое главное, звук. Beats стали звучать получше, но это все равно еще не ровнее проводным накладным наушникам. Басы тут реально отличные. Прям звучат, и все хорошо. Остальные частоты, ну, обычные, средненькие. Не скажу, что они прям совсем плохие, но нету в них души, что ли. Да, детальность тут есть, но все как-то безжизненно и плоско, что ли. Если нет баса в композиции, то особого удовольствия от нее не получаешь. Но, тем не менее, за счет шумодава звук просто отличный для шумных мест. Там, где сверлят, например, в метро или в самолете. Туда, куда вы берете обычные наушники и звука вообще не слышите. А тут прям надеваешь, нажимаешь кнопку и хотя бы чем-то наслаждаешься, в отличие от обычных беспроводных наушников. Итак, для кого Beats Solo Pro? Ну, во-первых, точно не для аудиофилов. Звук тут, ну, скажем прямо, довольно обычный. Они для тех, кто часто бывает в шумных местах и кому действительно нужно активное шумоподавление. Ну и, конечно, для стиляк. Вы просто посмотрите, насколько они прикольно выглядят. Прям стиль. Я прям уверен, что, например, на подарок какой-то девочке такой вариант подойдет более чем идеально. Но, учитывая, что стоят эти наушники около 20 тысяч рублей, дарить вы их будете только самой любимой и самой дорогой девушке. Впрочем, шумоподавление технология не дешевая. Полноразмерная Sony с ней стоит около 25 тысяч, да и AirPods Pro затычки стоят примерно 20. Поэтому я не считаю, что это уж такая неадекватная цена. Да, дорого, но шумодав. На этом все. Пожалуй, битсы действительно стали немного лучше, но все еще не взрывают мозг. Ни качеством звука, ни, конечно же, ценой. Но это мои впечатления. А какие они у вас, можете написать в комментариях. И, конечно же, поставить лайк, подписаться на канал, нажать колокольчик. А мы с вами увидимся уже в следующем видео. Всем спок. Пау! Который можно найти, например, в iMac. Но давайте, наконец, поговорим про... Ну и практически довольно грустный. Полноразмерные наушники. Сверху. Что здесь еще сверлит? Но недостатки в наушниках тоже есть. Во-первых... И того. Никакой шумодав не спасет, понимаешь, от такого. М-м-м-м... М-м-м... Который можно найти... Сверху. Продолжение следует...